приветствую вас уважаемые подписчики и гости моего канала магия успеха 2 самопознания меня зовут наталья кто со мной еще не знаком и сегодня предлагаю разобрать коротко тему будут ли его действия вашу сторону ближайшие 7 дней проявится не проявится настраивайтесь на расклад все как обычно руки ноги не скрещиваете постарайтесь этого человека максимально визуализировать произнести его имя дату рождения и давайте посмотрим каких энергиях вы находитесь относительно друг друга что происходит на тонком плане между вами и раскроем наш главный вопрос каких энергиях и девочки находитесь вы по отношению к этому человеку противостояние буду стоять отстаивать свое не поддамся не сдамся хотя уже позиции тут немножко слабеют но но вы упертая личность честно говоря сам человек на самом деле мог подвесить между вами ситуацию то есть он мог стать инициатором но вы поддержали его идею почему бы и не да только все то что затянулось между вами неизвестно когда закончится и терпение немножечко девочки у вас уже не хватает как бы немножечко как то ли сдаете позиции то ли как еще как здесь может сейчас происходить вот ваши энергетики вы стараетесь возможность себя где-то расширить но не получается где-то вы усложнили что-то для себя в отношении этого человека вы могли поддаться на его какую-то провокацию давайте так скажем и тем самым вы стали жертвой вот той ситуации в которой вы оказались с этим человеком на данном этапе вы вы поддались такое ощущение понимаете вроде бы и границы свои вы отстояли и отстаиваете но все равно здесь идет что-то такое не совсем для вас ну как бы вдохновляющее что ли нет здесь не об этом в каких энергиях находится загадан человек по отношению к вам в каких энергиях он находится а у него вообще все под контролем он даже девочки не парится смотрите как интересно выходит вы тут немного загрустили такое ощущение да у него нет у него все под контролем девочки он такое ощущение все равно он манипулирует он играет давайте так его прикалывает то что сейчас между вами происходит а здесь идет узнать такое некое необщение потому что аркан повешенный я не могу сказать что прям здесь какая-то активность идет внутри внутри вы можете бурлить кипеть наружу во внешности вы конечно же это не выдаете по отношению к этому человеку вы подвисли вы зависли у вас тоже какая-то вы выжидательная позиция у него тут что-то интересное да либо человек с вами хочет как-то начать все с изного заново на но на тех условиях на которых ему надо не на ваших условиях на его надо а вы тут отстаиваете же свои границы и вы упираетесь нет я жертвовать не собираюсь но честно говоря у вас немножко позиция она еще раз сдаете девочки чуть-чуть сдаете чуть-чуть сдаете прям на один шажок вы в свое время возможно победили какой-то раунд будем говорить да но нужно же как говорится удержаться на плаву а там чуть-чуть у вас идет какое-то послабление то ли характером чуть-чуть вы послабее чем этот человек то ли что давайте посмотрим что между вами происходит на более тонком плане вообще все со стороны все живенько между вами да папа энергия у вас энергии к нему они вроде бы и живые но вы их притормаживаете да у него тоже у него есть какая-то стратегия у него есть своя тактика но здесь знаете так как-то не напряжно вы напрягаетесь а он нет ситуации между вами но вот здесь что-то затянулось однозначно то ли здесь какой-то разговор затягивается все-таки да давайте так давайте по-честному здесь два пажа выходе на вот вы сейчас проявляйте детскую позицию и он проявлять детскую позицию у него она еще удваивается хотя он старается быть таким идеи я мужчина я контролер я все могу я ответственен и так далее но здесь ответственность то какая больше да да допустим да если он контролирует ситуацию то он исключительно чтобы ему было в плюс но никак не в минус то есть он будет четко отслеживать к примеру девочки если он вдруг начинает по вам как-то там скучать тосковать да или он будет чувствовать за собой какую-то вину к примеру да то он это сразу будет четко отметать нет 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 и вообще такое ощущение мне идет что у него как бы направленность ваша сторона она немножко не серьезная но опять тут игривость прослеживается а еще все таки тут два человека играют в песочнице честно говоря вы хотите чтобы он почувствовал свою вину возможно ну как бы его вот пытайтесь намекнуть ему это ты виноват что вот у нас вот так вот противостояние произошло а он знаете как бы особо то и не заморачивается да это ты виновата тут какой-то тут что-то такое интересненькое а к чему идете ну вот так просто и к чему вы идете вот на прям на какой-то ближайшие пару дней к чему идете вот по таким энергии к чему идете к чему идете а ну вот королева мечей но тут будет жесткий анализ девочки у здесь будет очень серьезный жесткий анализ по поводу вообще все всей той ситуации которая происходит между вами и вы будете выдвигать реально свои условия либо так либо никак вот если здесь мужчина считает что у него под контролем скорее всего нет потому что вы серьезно настроены а он играется а тогда когда игра то есть девочки смотрите вот может быть благодаря тому что вы сейчас посмотрите этот расклад вы для себя уже что-то определите и и вот и немножко из такого наивного состояния вы выйдете и вы подключите здравый смысл реально вы подключите здравый смысл и на эту ситуацию и на этого человека вы вообще можете посмотреть иначе по-другому потому что повешенный он может такое ну как бы в жизни дате посмотреть все по другим углом и вы реально можете для себя уже четко проанализировав подтвердить что здесь мужчина там немножко такой неопределившийся вот почему-то мне так хочется сказать хотя он может выдавать вам какую-то определенную стабильность что ну к примеру да у него есть там должность у него есть стабильная работа он занимается там какими-то своими процессами он везде востребован да но вроде бы как бы он и цельный но и в то же время немножко какой-то как не глуповатый нет я не могу сказать что он глуповатый ну какие-то нелепости от него исходят а нам здесь показывают королевы мечей для королевы мечей вот какие-то глупости они неприемлемы вообще то есть здесь человек реально если он виноват он может это все перевести в какую-то колесицу он может это как бы как будто это было но это же была шутка а ты это так все восприняла серьезно но мы же все все прекрасно знаем что в каждой шутке есть доля истины да то есть ну там да шутка то есть но тут какая-то интересная девочки вот прям какая-то подноготная честно говоря она не очень такая благочестивая что-то такое идет там есть какие-то как подводные течения будем говорить подводные камни и они не совсем прекрасны вы же не просто так стали в такую позицию противостояния правильно значит вас человек где-то зацепил он задел возможно ваше самолюбие на 5 он задел ваше самолюбие потому что ну вот здесь здесь тоже опять таки да интересно если исходить вот из разбора вообще психики человека то психологии целом то можно здесь опираться на то что нас можно задеть ровно тогда когда мы находимся на самом или или обидеть тогда когда мы находимся в детских энергиях по сути то тогда когда мы взрослые люди уже не реагируем на какие-то там замечания мы не реагируем на какие-то высказывания на какие-то шуточки прибауточки мы на это вообще уже не реагируем потому что это к нам никакого отношения не имеет а вы здесь могли среагировать на что-то понимаете не зря же нам тут показывали сразу 2 2 2 пажей он тоже может быть вот с таким вот детятяткой но вы четко все равно как бы показали свои границы для меня это неприемлемо да вы можете обидеться но все равно для меня это неприемлемо и вот буквально спустя несколько дней вы четко для себя что-то сформируете вы может уже не на эту шутку будете как говорится ну-ка вы реагировать там или еще что-то на какое-то его высказывание до нелепость какой-то уже мой или поступок вы просто для себя определите что ну ты так у меня так я буду принимать решение а ты как знаешь здесь что-то такое ну хорошо давайте а ты как знаешь а он считает что у него все под контролем ничего подобного у него вообще ничего не под контролем это его наивное такое внутреннее состояние нет он он не сможет до контролировать девочки ситуацию бесполезно королеве мечей против даже понимаете в сочетании маг шут хоть и два старших аркана но вас тоже непростой аркан он намного как бы выше по лестнице повешен это хорошо ладно по его мнению вообще как вот он собирается вам действовать ближайшие семь дней он будет бороться с самим собой он будет чувствовать что что-то не так опять таки да интуиция безусловно у него маг это же тоже такой мощный на самом деле человек у которого интуиция по по сути она не слабая и тут еще с арканом луна он реально внутри он будет очень хорошо чувствовать что у него контроль теряется и он будет стараться держаться бороться спорить самим собой и так далее выше замолчали хотя он тоже мог девочки вот прям вас спровоцировать на это он мог как говорится уйти в какую-то тишину но это было его манипуляция то есть здесь возможно человек ожидал чтобы за ним побежите решил поиграть скорее всего ну у нас у каждого и есть там какие-то свои прикольчики в голове почему бы нам их как бы не активировать и не так не разнообразить свою жизнь здесь речь идет немножко об этом и получается что действий я не вижу честно говоря ближайшие семь дней с его стороны потому что замешательство замешательство ему нужно сохранить сейчас самого себя он свое лицо девочки терять не собирается опять-таки он считает что у него все под контролем но где-то в но ты у него как борется что-то волнует триггерит и он пытается себя успокоить да нет нет все нормально все 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 хорошо хочу ему бы от вас хотел ну вот просто интересно чего бы он хотел от вас чего бы он хотел от вас ближайшие семь дней ближайшие семью чего бы он хотел от вас туз чаш чтобы вы проявили чтобы вы как говорится с любовью с открытой душой обратим ну как бы протянули ему вот этот вот эликсир волшебный эмоций чувств вот этого девочка он от вас хочет любви чтобы вы ему протянули сама на бери дорогой хорошо с точки зрения высших сил с точки зрения высших сил будет ли действовать к вам загаданный человек понимаете у нас как как обычно происходит мы предполагаем а бог располагает вы наверняка уже замечали такую тоже тенденцию если мы что-то там задумали обязательно может что-то не сложится да не вас не во всех конечно ситуациях но такое бывает и вот поэтому мы сейчас спрашиваем с точки зрения высших сил будет ли загаданный человек ближайшие семь дней проявляться кончу нет девочки нет девочки не будет только он нам здесь показывает что он что-то чувствует неладное и пытается себя успокоить да но все нормально все хорошо а по итогу его действительно может очень хорошо накрыть к нему может прийти осознание что здесь человек сделал по сути хуже самому себе сделал хуже самому себе я хочу вот этого поропит так хочу император ближайшие семь дней ближайшие семь дней у этого человека будет переход 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 из одного состояния в другое кстати дички смотрите здесь человек не будет действовать нет к нему придет осознание что он по моему потерял самого надежного и цельного человека в его жизни вот так долго я конечно тут собирала информацию чтобы кратко вам это изложить перемудрил 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 там где человек действительно мог быть стабильным он этот шанс упустил для некоторых конечно проиграется здесь другая картина мира совершенно другая если допустим пример вы были в многоугольнике треугольник четырехугольник и так далее то здесь мужчина все он полностью здесь ставит точку он проходит трансформацию эти семь дней и он для себя выбирает статус мужа то есть статус императора и императрицы то есть здесь человек основательно идет в те отношения законные отношения либо с той женщиной с которой он проживает на одной площади от вас у него уход понимаете как это вы ему можете видите как вы ему можете поставить какое-то условие если у вас многоугольник девочки он тут может вас не выбрать а если допустим к примеру то что он хочет от вас вот этот туз чаш наполнение да а так как вы настроены вы держите свои границы вам не нужны никакие многоугольники он конечно хотел бы от вас получить порцию наслаждений ну раз не дает ну ничего страшного ну как бы для себя человек все как бы сформирует внутри у меня есть еще куда говорится вкладываться и где брать ресурс поэтому здесь в принципе принципе как то вот так если нету никаких многоугольников то здесь у человека может действительно в голове происходить вот таким метаморфозу что он понимает что он из-за своей какой-то нелепости глупости он разбил сердце вам себе и он потерял безусловно свою пару потому что вы просто так сейчас не будете как говорится соглашаться на какие-то его там я не знаю про сказни извинения возможно это это сейчас не сработает и вот он чувствует вот эту тревогу вот этот страх понимаете а если допустим у вас ногоугольник да то есть здесь человек боится потерять то что он как бы имеет в то во что он реально вкладывался и вот это вот внутреннее противоборство к примеру встречаться ему с вами или не встречаться проявляться к вам в ближайшие семь дней или нет он так и будет вот это неживаться но потом что-то повлияет на него это может быть извне повлиять или вы как-то да тоже тоже дадите намек если допустим там я не знаю он увидит какие-то ваши примеру статус и либо еще что-то такое да или может быть у вас состоится переписка допустим к примеру и он для себя поймет что но все все стоп я пошел обратно в семью мне там не там лучше поэтому так вот девочка сегодня показали карты пишите в комментариях насколько с вами резонирует насколько с вами проигрывается благодарю вас от души что вы со мной на моем канале подписывайтесь на мои дополнительные каналы яндекс зен рутуб на всякий случай чтобы не потерять связь с вами я надолго не прощаюсь до новых видео всего доброго